Всем привет! Фейсбук пишет, что собирает аудиторию Милиционеры с людьми первых подключаются Ребята, напишите, если есть звук Что-то с этим телефоном со вчерашнего дня происходит Бэт, Сунет, есть ворну? Скрыться ворох Салут латвата лумя Нурок, нурок, вот, держа пропитуата Молдова, Румания Пече кольцафы, анафара церей Все удивительно, супер Ам шьем, миссаж позитив А я-то скрикал, ну, есть Сунет Апьеси Сунет, Сау, есть Так, все в порядке, да? Что? Вижу депутата парламента Демпартии Николай Дудоглаб присоединился Значит, Николай, к вам как спортсмену Отдельная просьба Передайте Плохотнюку Что его кредо то, что В Молдове сможет посадить Его в тюрьму, только он сам себя Как он об этом многим говорит Это, как бы, неправда Так Так, народ присоединяется Ну, что Значит, поговорил Так Вижу тут уже про машину Значит, давайте обо всем по порядку Машину вчера нашел Значит, подождал, стемнело Значит, начал ходить по этим переулкам Нажимать на брелок Пока не моргнуло Правда, это был где-то 12-й переулок Я говорил, они все похожи Бутики с двух сторон Рестораны и так далее Я просто, когда припарковался Болтал по телефону Вышел с машины Закрыл, пошел в сторону площади На автопилоте Так-то у меня зрительная память Очень хорошая Поэтому с машиной все в порядке Значит, вчера встретил ребят С Кагула, которые вы видели онлайне Потом встретил ребят с Дроки И ребят с Сунген Это, конечно, пока искал машину Сами подходили Наших очень много Салудин Штутгарт Да, Сунгт Ну, Департи Дивой Сунгт Ши Йокуман Дермания Значит Ну, давайте обо всем по порядку Значит Больше сейчас меня поймут те, которые сейчас находятся в Молдове Чем те, кто находится за рубежом Потому что Те, кто находятся в Молдове Они, к сожалению Имеют больше возможности включать порно-каналы Плохотнюка Значит, там просто жесть Сейчас разговаривал с мамой Маме звонила бабушка И там, говорит А са ла сур ла кап дела Дела прайм Ворбешти Тайвань Дрогурь Мафии Переворот И так далее Ну Пугает Только бабушка Как все лахи Может пугать Он своими Порно-каналами Значит, я видел результат Одного вопроса Который точно Никакого отношения не имеет К опросу Который представил Плохишовский Михаеш Значит Где Доверием В стране все в порядке Спасибо вам огромное За это Значит С прейтингом партии Вообще супер Я даже не ожидал Оказывается Что Люди Вы знаете Когда от них прячут правду Они пытаются ее всегда найти И Не имея Не имея Медийных возможностей Как у Плохиша Люди интересуются Спрашивают Разговаривают Что-то находят в интернете Ну По крайней мере Значит Люди знают правду И меня это радует Значит Плохиш запустил Новую компанию Через своих блогеров И подконтрольные СМИ Что Вот Усатые На лечении В Германии Эта часть Является Правда Подтверждаю Есть у меня один Волшебный Доктор Значит Хочу сказать ему Огромное спасибо Потому что Он в кратчайшие сроки Приводит порядок Любого человека Я знаю Очень много людей Из-за рубежа Имеется ввиду И страны Евросоюза И СНГ И даже Соединенных Штатов Америки Серьезные руководители Которых он Приводит порядок За счет своих Волшебных капельниц Спасибо доктору За это Значит То что касается Компании Что Усатый в Германии У Балакчи информация Что Усатый встречался Или там Собирается встретиться С СОПами Хочу сказать Что про СОП Я многое знаю Но я никогда С ними не встречался В Германию Я там Прилетаю Примерно раз В полгода Но с ними Ни разу не встречался Ни до того Каких плохотнюк Подал Винтерпол Не после То есть Плохотнюк Свои очередные Страшилки Забрасывает Пытается сбить людей С толку Опять у нас Я вижу перевороты Опять Та же песня Как в 14-м году Значит Какие у него планы Значит У Плохиша Следующие планы Значит У него есть вариант Касаемо Поступить Так же Как С СОПами Значит По всем каналам Передается информация О том Что Я буду арестован Как Прилечу в Молдову То есть И тут Два сценария Первый Что Плохотнюк Это закидывает И как он там Выразился Где-то Говорит Я хотел усатому Дать деньги Чтобы он уехал Из страны До Нового года Не взял деньги Сейчас Уедет Бесплатно Значит Хочу расстроить Плохиша Что его номер Не пройдет И если он Запугивает Для того Чтобы я Уехал там Либо не вернулся И подать меня В Интерпол И держать За границей И показывать Про меня Страшилки Как он это делает С СОПами То это Как бы Ну Точно У него Не получится Меня очень многие Осуждали За то видео Которое Многие Увидели В интернете Там полмиллиона Просмотров было Первые сутки Это Как я называю Видео у костра Да В Москве дома Где как-то Усатый Нецензурно Выражался В адрес Плохотенька И так далее Значит Опять пытались Его СМИ Там Аналитики Устроить Какую-то Страшилку Ребят Вы знаете Вот с мамой Разговаривал Сейчас Я пришел В молдавскую Политику Я Не ругался Матом Я Не оскорблял Ни Филю Ни Плохиша Ну Потому что Как-то Ну Я считал Что в Молдове Может быть Политическая борьба И у меня Были идеи Реально Как можно И есть идеи Как изменить Людей жизнь К лучшему Да За счет Каких-то Жестких Радикальных мер Там Кубинишору Куповештеля Каламарян Ильич Кутре Мурону Кутре Мурдой Там Это точно Не получится То есть Нужно Приучать себя Жить по закону То что Сегодня Он пытается Добиться Моей отставки Как руководителя Города То что Он сегодня Поднял вопрос О запрете Нашей партии Значит Он сказал Что В кратчайшие сроки Дал задание Там Юристам Разработать Как можно Побыстрее Запретить Молдаве Две политические Партии Две политические Партии Значит Речь идет О нашей партии Как я понимаю Речь идет О платформе О платформе Да Значит Плохотнюкову Плохотнюкову Устраивает Политическая Оппозиция Как Например Как Воронин Выступал Когда Я На встречах На встречах Крестьянском Доступном Для людей Большинства Граждан Языки Объясню людям Что Как И мы Что Как И мы Сделаем Поэтому Сегодня Приеду Арестует Значит Кавкалюку Чтобы Понимали Постали Жесткое Условие Значит Не разберешься С усатым Кратчайшие Сроки Значит Он будет Уволен С МВД Потому что Его И держали То что Кавкалюк Сегодня В должности Это Моя Заслуга Потому что Если Не было бы Меня Они бы Его Поменяли На следующий День А так Они Как считают Есть уже Один Запачкан Есть один Кто знает Всю историю Вернули Людей Которые Работали Балан Бывший Министр Внутренних Дел По разным Другим Управлениям Все вернули Сегодня В этот Миссион В печаль И все Сегодня Те же Люди Продолжаются Заниматься Нами Значит Да Они Арестовывают Людей Показывают Исключительно Примаров Нашей партии Который Выпал за рулем Люди Которые Так себя Ведут Они Должны Ответить Но отвечать Они должны Не выборочно Так как Они делают Плохотнюк Я приду К власти Будут сидеть Все В том числе И члены Нашей партии Если будут Заниматься Тем Чем Занимаются Сегодня люди Плохотнюка В территории Партия Это живой Организм Есть люди Которые С самого начала Я им безумно Благодарен Я знаю Как позаботиться И сделать Так Чтобы Никто Ни в чем Не нуждался Но в то же самое время То что есть Сегодня Такого не будет Все эти кормушки Просто нужно Уничтожать И вырезать И вырезать Под корень Да Только Лукашенко Два спасет Молдавию Я об этом Говорил Говорю И буду говорить По другому У нас У нас Ничего не получится Поэтому Плохиш рассчитывает Своими пугалками Держать меня на расстоянии Не получится Преду Закроют Но тут уже По крайней мере Я буду сидеть В тюрьме Как символ Сопротивления Преступному режиму Плохотнюка Для того И Ваша задача Уже Те кто будут Находиться на свободе Сделать так Чтобы про этот Символ сопротивления Знал Знали все граждане Молдовы И все за ее И все за ее Вот Значит Плюс Я маме Сейчас спокойно Пытался объяснить Что мам Не переживай Не плачь Если это произойдет Ну у каждого В жизни Человека Есть мечта Есть какие-то возможности Есть какой-то потенциал Вы знаете Я Всегда говорил о том Что я был В бизнесе Для того Чтобы Решить Те проблемы Которые были у меня У близких мне людей Но Сегодня Слава Богу Есть Всем где жить Есть Всем что есть Я являюсь Независимым человеком И я горжусь тем Что я являюсь сегодня Самым независимым В стране Которая точно Ни от кого не зависит Значит И значит Ну Так должно было Так должно было Произойти Я говорю Мам не плачь Я говорю Мама Я нам Фурат Пенимин Нам Продат Нам Факут Прусипен Пшкаре Армиритас Там Пшкаре Чем Центр Глобу Памятец Кунаск Став Где-то Так Аж Аудич Сплохо День Где-то Так Кам Кам Калкат Лежи Извините Шастой Шастой Ситуация Капа Синдесине Замут Досаре Амуш Аллат Аз Ей Экспликател Абрат Один Пшкаре Абрат Ридин Афара Как про эту группировку В Тайване И так далее Значит Ребят Значит Мы Мы не имеем Сегодня Другого Шанса Значит Да Есть Незаконные Подчеркиваю Незаконные Прямые Выборы Президента Значит И Сегодня Плохотнюк Мы должны Сделать Все Для того Чтобы Не сложился Его Его Сценарий Поэтому Мы идем В серьезный Бой Значит На тему Того Что там Кто-то Хотел Поджечь Я там Вижу Обвинение На На Каких-то Сайтах Я Есть На Каких-то Зайду Вовнутрь Потому что Дождь Идет Значит На Каких-то Есть На Каких-то Нет Сайтах Про То Что Готовили Переворот Поджечь Публику И так далее Ребят Публику Значит Я Не стал Поджигать По одной Простой Причине Потому что Говорил Что мы Национализируем Все телеканалы Плохотника И это все Будет Принадлежать Народу Так же Как нельзя Разбивать Здание Правительства Парламента И так далее Значит Потому что В результате Все равно Когда Придем Когда Придем Власти Это нужно Будет Все передавать Нужно Будет Все передавать Народу Значит Касаемо Этой пропаганды Которую ведут На телеканалах Еще раз Просьба Ребят Значит Сегодня Они Не важно Попытаются Снять Чубашенко С выборов Как это было С нами В 2014 году Мы что вроде Не боялись Не боялись Ну как тресну Тем самым Показали Что реально Боялись Больше всего Нас Какая бы Партия Что бы Сегодня Не рассказывала Значит Сегодня Дмитрий Алексеевич Приходит Все больше Людей На встречу Сейчас 1 числа Мы начинаем Сим-турне По стране Я попаду Во все города Страны Будут пытаться Снять Чубашенко Будут пытаться Запретить Нашу партию Значит Ребят Если Сегодня Они это Сделают А страна Промолчит По крайней мере Чтобы вы знали Одну Очень важную вещь Я не буду Себя упрекать Никогда в жизни Что я не попытался Хотя бы Развалить Этот Но я уверен Что Всей страной Мы станем Значит И если Они пойдут По беспределу То получат В морду А народ На это Имеет право Народ на это Имеет законное Основание Потому что Страна Принадлежит Народу А не Плохотнякой Наша задача С вами Плохотнякой Это объяснить Значит Касаемо Арестов Людей Значит Сегодня Добиваются Показаний Николая Хачко Скажи Что Усатый Дал команду Организовать Наркобизнес Отпустим Значит Эдуард Патрашку Который Задержан Значит За сутенерство Как они говорят Человек Который Заплатил Деньги В сауне Значит Сегодня Нужно Посадить Этих Владельцев Саун Которые За деньги Привозят Девушки Но Обвинять Сутенерство Того Кто Там По приз Куранту Кого-то Выбрал И так Далее Но это Точно Ну Маленько Ну Я считаю Перебор Значит Да У нас Молдави Не Но Но За это Нельзя Но Их Обвинять Точно Не в том Что Есть Значит Я заправляю Аккумулятор Мы приедем Плохотнику Зададим Много вопросов Пока он Там Рассказывает Байки На своих Телеканалах И Все его Эти Соски Соска Кстати Это Нормальное Слово Чтобы Это Никто Не Интерпретировал Как-то По-своему Все его Соски Которые Я говорю Про Аналитиков Которые Пугают Людей Те Те За Несколько Тысяч Долларов В месяц С добрым Грустным Лицом Рассказывают Страшные Новости На прайме Публике И так далее Ребят Нужно Понимать Что Поэтому Они И соски Понимаете То есть Были бы они Не сосками Они бы не занимались Всем чем Занимаются Ведь могли Устроиться Точно На Другую Работу Для этого Не обязательно Посасывать У Плохотнюка Значит Посасывать Высасывать По разному Можно Несколько Тысяч Долларов В месяц И нагло Врать Люди Все эти Люди Они Соучастники Того Геноцида Который Плохотнюк Организовал Против граждан Молдовы Сегодня Я читал Там На Одном сайте Значит Что-то читал Его потерял Ну сейчас Ночью найду С утра Опубликую Там Про Офшоры Плохотнюка В лицах В названиях Там Огромное количество Компаний И так далее Значит Ну там надо Проводить реально Журналистское Расследование Ну потому что В Молдавии Сегодня прокуратура Этим заниматься Не будет Хотя там Я так понимаю Что Там Плохотнюка И всех его людей Можно посадить Только за тот список Который я Читал Пункт номер два Не хочет ли Плохотнюк Рассказать людям Почему он скрывает От граждан Молдовы Которых он грабил Все эти годы Вместе С остальными Да Как Плохотнюк Легализовывает Часть денег Ведь то Что он построил Нобел Сам Подтверждаю То что Украл Кодру Там Как-то там Менялся С Воронином Кто из них Виноват Не важно Важно Украли активы С другой стороны Но На украденные деньги Когда в Молдове Покупаются активы Это вопрос Вопрос Не хочет ли Плохотнюк Дать интервью Хотя бы Своему порноканалу Публика ТВ И рассказать На каких условиях Когда И у кого В Румынии Он купил Долю Макдональдса В республике Молдова Значит Оказывается Он у нас уже Скоро Чизбургер Уже и гамбургер Он тоже контролирует Вы знаете После этого Реально хочется Ходить в Макдональдс Только Только за пределами Молдавии Понимаете Значит Поэтому И вот все его Эти бизнесочки Про которые читал Сегодня Значит Там Офшоры Которыми Он владел Значит С которыми Он делал бизнес Вместе с Порошенко Своим партнером Еще Порошенко До того Как стал Президентом Украины И так далее Значит Плохотнюк Я тут В Германии Просто Разговаривал С человеком Сегодня Который Там знает Детали По этой истории По тому же Макдональдзу Как Плохотнюк Его купил Как Бывшего владельца Макдональдза Возил туда-сюда На своем Самолете Ну Сегодня Макдональдз Принадлежит Плохий шум Интересно Как вы понимаете Вы помните Декларации Когда на парламентских Выборах В 2014 году Усатый чел Мой богат Кандидат Ребят Я указал Просто Все участки Автомобили Недвижимость В Кишиневе В Москве И стал самым Богатым Вы представляете Плохотнюк Касаемо Тех деклараций Он у нас Оказывается Беднее Ребят Кто в это верит Значит Ну По крайней мере То что Он купил Макдональдз Это мы Когда его Национализируем И сделаем Из него Муниципальное Предприятие Значит Если Киртуак Останется Мэром Кишинева Единственное Нужно будет Его все-таки На баланс Передать Бельскому Бельскому Общепиту На всякий случай Чтобы Киртуак Его не засадил В казино Где-то Где-то В Румынии Понимаете Вот такая Ситуация Значит Поэтому Ребят Я вас люблю Делайте Пожалуйста Перепосты Огромное Спасибо Тем Кто Вижу Очень много Комментария Значит Сегодня Для меня Очень важно Чтобы вся информация Дошла До максимального Количества Граждан Молдовы Сунац Рудили Бунеи Кумнац Паринск Кунацка Так Вот тут Вопросы Добрый вечер Ринат Скажите Что это за история С Кармалаком Я не знаю Какой истории Идет речь Но когда меня Спросили на телеканале Знаю ли я Кармалака Я сказал Что знаю Да Григорий Кармалак Не имеет никакого отношения К финансированию Нашей партии Весь прочий бред К которому Придумал Но я Никогда Не буду Отказываться Если я знаю Человек Я скажу Знаю Понимаете Вот Пишут Что встречался С ЦОПом Не знаю ЦОП Не видел Ни разу Вернее Знаю Кто это Но я С этими людьми Ни разу До сих пор Не встречался Если встречусь Я вам Обязательно Обязательно Я вам Обязательно Сообщу Вот А так Все эти Пугалки Значит Истории Там Про мафию И так далее И так далее Ребята За это он должен Будет ответить За это он Будет ответить Плохотнюк Подводит меня К тому Что я перешел Черту Нарушил закон Мы не нарушали закон Мы не устраивали Никаких кровопролитий Майданов С 2014 года Все эти байки Что усатые С русскими Готовят переворот Послушайте Хотели бы устроить переворот Давно бы его сделали Значит Задача В государственном перевороте Я никогда не Не обсуждал И не ставил Если надо будет Дать морду Плохишу И выкинуть его Как собаку Понимаете Просто как Как грязную собаку Выкинуть из страны Значит Это другой разговор Вот пишет Феликс Гринку Феликс Гринку Пишет Что Лену Гриско Показывают По Прайму Как Другого человека Знаете Вот вопрос Кстати Вот вам Наглядный пример Значит Значит Вот вам пример Вы помните Елена Гриско Не на черете Для тех Кто не знает Это девушки С Минюста Которые вышли И выступили Против Филата Когда они Регистрировали Нашу партию Значит Девочки Получили По Несколько Образований Значит Вышли Из-за того Что были Несогласны С тем Беспределом Которым Навязывал Ефрим Министр Исица На тот момент Значит Гриско Дошла До начальника Управления Минюста И вышла Отказалась От должности Для того Чтобы сказать Нет Режиму Филата На тот момент Который Контролировал Минюст Значит Сегодня Лена Гриско У нас Уже Тотый Бандитка Лена Генник Макреж Бандитка Фурмаса Макреспой Спойла Прайм Уарила Уарила Публика Значит Значит То что Как я уже Говорил То что Он смотрит Кто с кем Спит И за какие Деньги И так далее Ну это Просто гнусно Понимаете Плохотню Которому Без денег Уже Никто Не дает Лет 15 Сидит Обвиняет Кого-то В сутенерстве Понимаете О чем Это вообще О чем Это речь Идет Вот Значит Вот Вот такие У нас Дела Ладно Ребята Значит Кэнт 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 Торщ Майямы Кэти Вадзели Депи Куратур Акош Винвен Масым Фарти Бени Апропо Кэрс Сэн Фарти Молцумит Ге Ге Тратаменту Кэрл Тратаменту Кэрл Фак Кэрл Кэрл Не питать Иллюзии Что Если Если вы Отработаете Задачу Плохотнюка По беспределу И по очередному Нарисованному Или нарисованным Уголовным делам Вы меня посадите То в жизни У вас будет Все хорошо Ребят Пали режимы Посерьезнее Режим Плохиша И вспомните Что осталось Нормальными Ребятами Многие Из которых До сих пор Вскрываются За пределами Страны После Событий 7 апреля Которые сделали Крайними Крайними Будут делать Вас Так же Как сделали Работникам Мечения с печали Крайними Значит Значит Так же Как сделали Крайними Сейчас Параллельно Просто Выступаю Читаю Читаю Комментарии Просто тут Бегущая Тут бегущая Строка Поэтому иногда Переключаюсь Извините Просто хочется Прочитать И то что вы пишете И то что есть Так В Москве Сколько участков Будут Ну эта информация Будет в ближайшее время Значит Касаемо Работника Правоохранительных Структур Вспомните Того работника Полицейский Знает о чем я говорю И прокурора Который незаконно Прослушивал телефон Урикяна Всем понятно Что была команда Привязали к левому Уголовному делу И слушали Значит Рекомендую сегодня Быть внимательными Тем Кто хотят что-то Нарисовать Значит Значит Завтра должен Завтра должен Подписать Официальное Заявление На имя Генерального прокурора Румынии Ну там Несколько ведомств Там Адвокаты Посоветовали С Бухареста Завтра дадут Текст на согласование Значит Мне интересно Вот этот киллер Прока Вы видели все видео Да Где Прока На видео Четко говорит Что Очень влиятельные люди С Кишнева Вышли на меня год назад Чтобы дать показания На Усатого Понимаете Значит Сейчас Я уверен Очень надеюсь По крайней мере На то Что в Румынии С этим очень быстро Разберутся И узнаем Кто эти влиятельные люди Но этот влиятельный человек Сегодня может быть Только Плохотнюк Это понятно Сегодня то Что у него есть инструменты То есть раньше МВД было у Филата Прокуратура У Плохотнюка Сегодня все у него Я не удивлюсь Если не написали Уже В Тайвань Что вот Лидер группировки Которую скрывает Банкоматы Это наш гражданин И вот все его данные И так далее Вы понимаете То есть Ну Понятно Имея ресурс Который у него силовой Может писать И делать все что хочет Но за все Ребята Нужно будет отвечать Поэтому думайте Что вы делаете Если я нарушу закон Что-то сделаю Плохое для страны Пусть люди Меня рвут на часе Но пока со мной борется Один Видел только что Что мама Подключилась Пять минут назад Поэтому Плохишу повезло Этот негодяй По фамилии Плохотнюк Пока Я мешаю Ему Конкретно И какой-то Компании Его ублюдков То я буду бороться Чем бы это Не закончилось Люблю вас Целую Делайте пожалуйста Перепосты Всем хорошего вечера Обязательно Увидимся И обязательно Вы делайте так Как подсказывает Вам Ваше сердце Ваше сердце Уб róя Свои Продолж первое Свои 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 Продолжение следует...